Беседа святителя Иоанна Златоусова Научайте и выразумляйте друг друга в салмами, словословиями и духовными песнями. Послание апостола Павла к Колосиным, 3 глава. Смотри, как снисходителен Павел, так как чтение утомительно и может наскучить, он располагает не к повествованиям, а к салмам, чтобы ты вместе и веселил душу пением и не замечал трудов. Словословием, говорит, и духовными песнями, и ныне ваши дети любят, а ныне ваши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, пекарям и танцовщикам. Салма же никто ни одного не знает. «Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным». Вот это IV век. И сегодня считаешь, как будто бы Иоанн Златоустый только что... Здесь он просто вчера ходил по городу, общался со всеми. А прошло 1600 лет с лишним. Итак, учение есть как бы какой благотворный источник. Научи сына петь те преисполненные любомудрия псалмы. Например, сначала о воздержании или прежде всего о несообщении с нечестивыми. То есть псалом в самом начале книги. С этой-то целью пророк и начал отсюда говоря. То есть псалом первый какой. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Первый псалом. «И опять не сидел с людьми лживыми». 25-й псалом. «И еще тот, в глазах которого презренно отверженный, который боящийся Господа славит». Псалом 14. «Об обращении с добрыми» это тоже найдешь там. И многое другого. «И о воздержании чрева, об удержании рук, о нестяжательнице, о том, что и деньги, и слава, все подобное». «Есть ничто». «Если научишь его этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Когда он будет сведущ в псалмах, тогда узнай ты гимны, представляющие собой дело более святое, так как вышние силы гимнословят, а не псалмнословят». «Неприятно сказано похвала в устах грешника». «Серахово 15 глава». «И опять «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне», псалом сотый. «И опять «Не будет жить в доме моем поступающий коварно» сотый псалом. «И опять «Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне», тот же сотый псалом. «Таким образом вы должны опасаться, как бы они не завели связи не только с друзьями, но и со слугами. Бесчисленное бывает зло для свободных. Если приставляем к ним развратных рабов, если едва спасаются они, пользуясь попечением и любомудрием отца, то что из них будет, когда верим их в беспечности слуг?» «Ну, сегодня слуг нету, а, скажем, самого младенца дают в детские сады, в ясли». И напомню, это уже я от себя говорю, нет в этого. Карикатура тогда. Поважает мать дочку в детский лагерь и наказывает. «Дочка, ты смотри, хорошо себя выведи, поступай, смотри, как воспитатели поступают, так и ты поступай, как воспитатели». Время показывает, перенем вожатая сидит на скамеечке, недалеко здесь. Нога на ногу с молодым человеком внимаются и папироска в зубах курит. «Поступай, как пенеар вожатая, поступай, ты дочка так, смотри на нее». «Если мы будем так поступать, то там, где призывается Господь, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого, если будем так поступать, как учат псалмы, как Священное Писание учит нас. Есть ли ты, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, не делай, все делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь, берись за дело прежде всего, помолившись Богу. Хочешь ли что произнести, поставь это наперед, потому-то мы и в своих письмах впереди поставляем имя Господне, то есть во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоту, то тем более имя Христово. Ешь, благодари Бога с решимостью, тоже делай и после. Спишь, благодари Бога с решимостью, тоже делай и после. То есть когда ладжишься, поблагодари Бога за прошедший день. Встал, поблагодари Бога, что ночь прошла спокойно ты, прошла без всяких исключений у тебя было. Поблагодари Бога. Идешь ли на площадь, тоже делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне и все у тебя будет благополучно. Здесь ставлю опять от себя. Идешь ли когда на площадь, то проси благословения. Она же был, я, отца Иоанна, и закончилась служба. А я, он сказал, ты скажи слово. Я сказал слово и привел пример из журнала Душа. Там пишет так, что приходит, говорит, ему наиспет она и говорит, батюшка, я вот так люблю танцы, говорит, не могу без них. Ну, как вот мне быть, я и верю, и люблю. Он говорит, ты когда идешь на танцы, то проси благословения у Господя. Ты говоришь, Господи, если ты будь, пребудь со мной там, где я буду. Она, да Господи, да как же, он же там не будет. Ну, рассуди сам. Это я сказал. Отец, он приходит, мне подходит одна моя прихожанка и говорит, батюшка, зачем ты разгласил мою исповедь отцу Иакиму? Он говорит, как? Я ничего ему не говорил. Я не имею этого права разглашать исповедь. А он сегодня обо мне говорил в проповеди. Ребятечка, как? Косылой. А он сегодня обо мне говорил. У нас потеряевки было. Я сказал, один брат подходит и говорит, батюшка, зачем вы про меня сегодня сказали в проповеди, мою исповедь разгласили. Как я разгласил? Ну, вы сегодня говорили, ну, я же не называл тебя. Ну, а все равно все догадались, что это про меня вы сказали. Так я говорю, значит, грех-то твой не тайный, а явный был. Что все сразу, говорит, всех догадались, что это про меня было сказано. То есть, всегда, куда бы ни шел, попроси благословения. И, может быть, тогда это и удержит тебя от этого. То же делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет успешно. Что не запечатлеешь именем Божьим, все выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дела. И что значит, что вы делаете словом или делом? Этим указывает или на допускающего, или на делающего что-нибудь подобное. Послушай, как Авраам во имя Божие посылал раба. Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Димное влекое имя Его, кто делает это, тот помощником имеет Бога, без Которого не держал ничего делать. Таким образом, чествуемый призыванием Бог воздает обратно честь дарованиям и успеха в делах. Призывай Сына, благодари Отца. Призывая Сына, ты призываешь и Отца. А благодаря Отца, благодаришь и Сына. Этому имени нет ничего равного. Оно всегда дивно. Имя Твое говорится, как разлитое море. Песня 1 глава. И кто произнес его, тот вдруг исполнится благоухание. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12 глава. И вот как столь много совершается этим именем. Аминь. Аминь. Слава тебе Богу!